МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мечтаете о том, чтобы есть и худеть? Моя подруга Светлана Фус утверждает, избавиться от лишних килограммов без лишних усилий поможет всего одна специя. И прямо сейчас Света готова раскрыть все секреты ее правильного и эффективного употребления. Чудеса! Не говори, Надя! Неужели вот эта специя, и я даже разгадать не могу, но, похоже, на какие-то гранулы, поможет бороться с лишним весом? Ведь зачастую это бывает настолько сложно. Мы все время говорим о том, что должен быть баланс белков, жиров и углеводов. Да, это мы знаем. Да, и это очень важно. И вообще, чтобы худеть, нужно есть. Это мы тоже знаем. Даже придерживаясь правильного питания, иногда у людей бывают странные набеги на холодильник по ночам. Да, бывает. Перекусы лишним, которые дают достаточно большое количество калорий. Ты на меня смотришь, я понимаю. Да, бывает. Вот эта специя, она, собственно, поможет решить некоторые проблемы именно в этом ключе. Но это удивительно. Ведь, согласись, пашетник не так часто используют у нас в кулинарии. Эта специя, она известна уже достаточно давно. В Древней Индии и в Древнем Китае ее использовали как лекарственное средство. Да. Потому что считается, что у нее есть такие свойства, она очень положительно влияет на пищеварительную, дыхательную и мочеполовую систему. Поэтому, естественно, что она использовалась не только как специя, но она использовалась еще и как лекарственное средство. Она входит в состав таких приправ, как хмельные сунели или карри. Прекрасно. Да, поэтому она там содержится. И ты как бы в кулинарии, я думаю, что используете достаточно регулярно эти специи. А какие же там вещества способствуют тому, что пашетник благоприятно влияет на похудение? Здесь есть и различные биофлавоноиды, антиоксиданты, здесь есть клетчатка, здесь есть белок, фитоэстрогены. То есть это такое достаточно, можно сравнить это как гомеопатия в нашей жизни. То есть вот как бы маленькими дозами, но она делает свое дело. Но у нее есть и другие названия. Шамбала, Финогрек или Хельба. В Калифорнии было проведено исследование влияния пашетника на потерю массы тела. Исследовали это на людях, которые имеют первую степень ожирения, то есть это не очень большой вес избыточный. И обратили внимание на то, что употребление такой специи дает снижение веса где-то на 3%. Поразительно. Да, причем из этих 3%, ну как мы знаем, все-таки у нас уходит достаточно много воды, ушло еще и полтора процента жира. Ого! Так это надо ложками есть? Нет, к сожалению, это есть надо очень маленькими порциями. Я уверена, что ты не просто подготовилась к сегодняшней встрече, а уже успела кому-то помочь. Для того, чтобы провести эксперимент, нужно было выбрать двух добровольцев. Ну, собственно, я это и сделала. Из числа наших зрительниц, которые обращаются с просьбой рассказать о новых способах, возможных вариантах похудения. Да. Прежде чем мы начнем узнавать, как же он поможет бороться с лишними килограммами, напомни, пожалуйста, как определить степень ожирения у человека. Есть много методик. Одна из наиболее распространенных – это индекс массы тела. Нужно свой вес разделить на рост в метрах в квадрате. То есть получается килограммы на метрах в квадрате. Если, например, вот человек ростом метр семьдесят весит шестьдесят пять килограммов, у него индекс массы тела где-то двадцать два и пять. Нормой считается от восемнадцати до двадцати пяти. От двадцати пяти до тридцати считается избыточная масса тела, а тридцать-тридцать пять – это первая стадия ожирения. Для того, чтобы нам определиться с выбором наших участниц, мы, собственно говоря, эту формулу использовали. Давай познакомимся с первой нашей участницей, с первой героиней, которую мы выбрали для этого эксперимента. Камера готова? Меня зовут Лиля. Мне 27 лет. Я работаю детским игротехником в народе аниматором. Пытаюсь сделать детские праздники более яркими и незабываемыми. Но вот из-за лишнего веса я играю свинку Пеппу, миньона, Нию из ниндзяга, а также снеговика Олафа. Ну, просто эти костюмы как бы не по размеру. После рождения ребенка я поправилась где-то на килограмм двадцать. И вот четыре года пытаюсь справиться с этой проблемой. Питаюсь, в принципе, нормально. Завтракаю, обедаю, ужинаю. Бывает, что ем бутерброды с колбасой, сладкое. А вот на спорт у меня пока что времени сейчас нет. Смогу продемонстрировать, какой у меня сейчас вес. Вот, 79 килограмм и 200 грамм. И талия. Так, оп, подойду поближе. Видно? Так, 90 сантиметров. Мы видим, Лиля, да. На Новый год я хотела бы сделать сюрприз для своей дочери и сыграть ее любимого персонажа Белоснежка. Но для этого мне нужно сбросить несколько лишних килограмм, чтобы я могла хотя бы его застегнуть в талии. Вот, если вам видно. А-а-а, конечно. И надеюсь, вы мне в этом поможете. Не только мы, но и пажитник. Я когда познакомилась с Лилиным питанием, я увидела, что, например, она позавтракала, а потом практически каждый час она что-то подъедает. То печеньку с чаем, то яблочко, то еще что-то. Для того, чтобы вообще утолить голод и нормализовать обменные процессы, нам нужно, покушав один раз, насытиться так, чтобы у нас чувства голода не было в течение хотя бы 3-4 часов. Потому что на каждый прием пищи у нас выделяется глюкоза, на глюкозу выделяется инсулин. И если мы не дадим ему дойти до нормы, а в норму он приходит где-то за 2-2,5 часа, то, собственно говоря, все время высокий уровень глюкозы будет не давать нормально израсходовать глюкозу. Она будет откладываться в виде жировых отложений. Очень важно для Лили было то, чтобы она не перекусывала лишний раз. Что же ты посоветовала Лили? Для того, чтобы она просто не ела механически какую-то еду, она по третьей чайной ложечке или по кофейной ложечке этой специи клала в завтрак, обед и ужин. Она употребляла это практически 3 раза в день. Использовала это в виде просто приправы к еде. Как же это действует? Он что, притупляет аппетит? Он регулирует уровень глюкозы в крови, поэтому вот это чувство такое, какое-то голода, знаешь, холода в середине, да, из-за снижения уровня глюкозы, оно убирается. Кроме того, в пажетнике есть достаточно большое количество клетчатки, есть аминокислоты, которые специфически действуют на регуляцию обменных процессов. Поэтому, используя ее как специю, можно, в принципе, вот это чувство сытости, его добиться быстрее и как бы более эффективно. Интересно, как Лиле удалось придерживаться советов, которые ты ей дала? Ну и, конечно, через некоторое время мы узнаем, насколько ей удалось похудеть. Обязательно узнаем. Информационный спонсор показа – журнал «Добрые советы». А что касается проблемы ночной еды, когда просыпаешься от голода или желание перекусить, идешь к холодильнику, или наедаешься на ночь, как будто бы тебя целый день не кормили? Ну, обычно наедается на ночь, когда тебя целый день не кормили. Да. И организм говорит, слушай, дай мне то, что мне положено. В конце концов. Конечно, да. Но я тебе хочу сказать, что вот для второй нашей участницы, героини, я выбрала второй способ употребления пажетника. Прежде чем я расскажу, какой был этот способ, давай посмотрим видео и познакомимся с нашей участницей. Наталья. Добрый день, Светлана. Меня зовут Наталья, мне 41. Я в разводе, есть взрослая дочь, есть маленький внук. Они живут далеко, не очень одиноко. Очень хочу встретить своего мужчину. Даже пытаюсь познакомиться в интернете. Как только мужчины видят мою внешность, сразу заинтересованы во мне, увидят фигуру, сразу исчезают. Недавно мне написал мужчина с Польши. Я обрадовалась, он приглашает меня в гости. Но я еще не готова приехать в Польшу, так как я из-за веса очень комплексую. Очень хочу похудеть. Недавно я купила платье себе, размер меньше, как стимул похудеть. В течение дня я ем мало, так как работа на ногах в движении, бегаю постоянно спортом, некогда заниматься. Прихожу домой, наедаюсь. Мой вес 100 килограмм 400 грамм. Мой объем талии 100. Помогите мне, пожалуйста, Светлана. Очень вас прошу. Второй способ употребления, использования как напитка. Пажетниковый чай? Пажетниковый чай. Я тебе хочу сказать, что, в принципе, у него очень неплохой эффект для предотвращения вот этих вот вечерних перееданий. Потому что, на самом деле, ну, все-таки, я, Наташа, сказала, что надо кушать как бы регулярнее и чаще для того, чтобы не переедать вечером. Но, тем не менее, вот она, придя домой, выпивала стакан заваренного пажетникового чая. Она брала 1 столовую ложку, заливала это стаканом кипятка и, собственно говоря, настаивала. И, придя домой, она выпивала этот настой. И тогда чувство голода притуплялось, естественно. Ты упоминала, что пажетник хорошо влияет на водный баланс. Каким образом? У него есть влияние на пищеварительную и мочеполовую систему. Так вот, на пищеварительную систему он влияет тем, что у него есть легкий такой слабительный эффект, а на мочеполовую у него есть мочегонный эффект. То есть, вот таким образом нормализует объем циркулирующей жидкости. Он способствует мягкому снижению уровня воды в организме. То есть, он просто выводит ее обычным, естественным способом. А как правильно приготовить такой напиток? Это одна столовая ложка семян пажетника на стакан кипятка. Теперь мы знаем как минимум два способа, как именно пажетник поможет избавиться от лишних килограммов. А для наших зрителей еще одна хорошая новость от креативной группы 3D-шоу в Ортове Мрии. Долгожданная премьера уникальной хореографической постановки «Коридор». Всего три дня в Киеве в концерт-холле ВДНХ с 18 до 20 ноября. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Я предлагаю пригласить девушек в студию и посмотреть, какой из этих методов сработал лучше. Пожалуйста, встречайте Лилия и Наталья. О, надо же! Пожалуйста, располагайтесь. Да-да-да, пожалуйста, ко мне. Как видно, платье застегнулось у тебя, принцесса. Получилось. Пажетник помог? Конечно, помог. Начнем с первого способа. Лиля? Ну, сейчас, конечно, гораздо лучше стала себя чувствовать и приятнее смотреть в зеркало на себя стал. Вообще, в принципе, мне этот метод очень понравился. Он очень простой. Просто к каждому приеме пищи я добавляла по чуть меньше, чем пол чайной ложки пажетник. Я стала замечать за собой, что я, ну, меньше мне хочется кушать, вот, я меньше употребляю в рацион сладкого, мученого. То есть, как бы, кушать не сильно хотелось. Ну, поэтому, вот, я думаю, что и результат тому налицо. Ну, по платью это вообще хорошо заметно, но у нас же есть еще и весы. И мы проконтролируем результат с помощью взвешивания. Ты готова? Конечно, готова. Платье будешь снимать? Нет. Ну, оно же что-то весит в конце-то концов. Ничего, я думаю, это не помешает. Не помешает. Ну, тогда вперед, навеси. Хорошо. Лилия, напомни, твой вес. 79 килограмм 200 грамм. Месяц назад Лилия весила 79 килограммов и 200 грамм. Сейчас вес Лилии 76 килограммов минус 3 килограмма 200 граммов. Это 4 процента от собственного веса. А я хочу померить талию. Я не могу тебе отказать в этом удовольствии. Конечно. Окружность талии была 90 сантиметров. А сейчас... 81. Это круто. Улучшение процессов пищеварения уже дает минус какой-то в объемах. Потому что на самом деле, когда человек постоянно перекусывает, у него есть вздутие. И вот это вздутие, оно практически постоянное. И, естественно, это добавляет объемов. И когда у нас работает нормальная пищеварительная система, то хотя бы уже за счет этого какая-то часть объема у нас точно уходит. Кстати, Светлана, я хотела вас перебить. Вот это действительно да. Потому что у меня раньше вздутие бывало, и вот я заметила с тобой, что сейчас его практически нет. Я не ожидала, что вот без спорта, без придерживания строгой диеты это возможно. И хорошее начало того процесса, где тебя ждет успех. Не надо перекладывать всю ответственность на пажитник, но помочь он, кажется, может. И мы переходим к результатам Наташи. Наташа тоже довольна сегодня. Очень довольна. Рассказывай, вкусно было пить чаек такой напиток? Да, мне понравился. Хотя я сразу не верила, что какое-то средство одно поможет мне похудеть. Ну, когда прошла неделька, я сразу заметила, моя талия тает на глазах. Мне стали делать комплименты. Я похудела на целый размер. А как польский кавалер? Собираюсь поехать. Билеты уже купили. Давай-ка взвесимся. Мы, конечно, кавалеру не будем в цифрах все сообщать. Это для нас, чтобы чистота экспериментов была. Пожалуйста. На весы, Наталья. Наташа весила месяц назад 100 килограммов 400 граммов. И объем талии был 100 сантиметров. Сегодня вес Наташи, которая пила напиток из пажетника, 97,5 килограммов. Минус 2,9. Я бы ввольна. Фактически минус 3 килограмма. И это почти 3% собственного веса. Я довольна. Довольна? Очень. Дорогие друзья, 95 сантиметров. Минус 5 сантиметров. Ну, это же прекрасный результат. Как, Наташенька, будешь продолжать или все? Это только начало. А представь себе, ты приедешь к нему в гости, и окажется, что он по ночам ест. Она его пажетником. Пажетником. Так, точно. Итак, получается, что мы в целом не можем сказать, вот первый способ употребления пажетника более эффективный, а второй чуть менее эффективный. Но у нас есть два замечательных способа, как употреблять эту специю для того, чтобы помочь своему организму избавиться от лишних килограммов. И вы можете выбрать тот, который вам больше нравится и подходит. Света, спасибо огромное. Мои дорогие, вы нам очень помогли. Спасибо. Спасибо вам огромное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова